Сегодня они постигают основы науки в студенческих аудиториях, а завтра будут учить детей и двигать вперед кубанскую экономику. Глава Славянского района Роман Синеговский считает необходимым встречаться со студентами для того, чтобы держать руку на пульсе молодежных проблем и сверять часы работы местной власти с запросами и чаяниями будущих специалистов. Подробности встречи в нашем первом материале. Студенты Славянского филиала Кубанского университета уже не в первый раз встречаются с Романом Синеговским. И каждый раз такая встреча вызывает у них неподдельный интерес. В этот весенний день она началась с экскурсионной поездки по социальным объектам Славянска на Кубани. В молодежном сквере глава района рассказал о том, как задумывался и реализовывался этот необычный проект и выразил уверенность, что он будет в центре внимания славянской молодежи. Здесь должны проходить выставки и праздничные мероприятия, и будет сделано все, чтобы юношество чувствовало себя комфортно. В одной из лучших в районе, шестой средней школе, студенты побывали в музее боевой и трудовой славы, увидели прекрасные специализированные классы, отремонтированный спортзал. В такой школе хорошо учиться и приятно работать. Затем студенческая экскурсия с главой района посетила строящуюся школу в районе Северного парка. Это будет школа, отвечающая самым современным требованиям. Роман Сенеговский заметил, что она должна вступить в строй уже в следующем году, и здесь смогут устроиться будущие педагоги. Последним пунктом экскурсионной поездки стал Центр спортивной подготовки «Олимпийц», который, благодаря своим возможностям, очень притягателен как для соревнований всех уровней, так и для славянских физкультурников и спортсменов. Спорткомплекс тоже очень интересный был. До этого я лично не совсем знала, что там есть какие-то сокрушки, секции. Сейчас очень заинтересовало. Возможно, даже после этого пойду, возьму, приму участие в какой-то секции, может, куда-то запишусь, потому что это действительно очень интересно. А школа здесь, это тоже очень было интересно, так как это новые рабочие места. Затем состоялась встреча главы Славянского района со студентами всех факультетов филиала Кубанского университета. Разговор был искренний и заинтересованный. Какие сегодня проблемы вы видите, какие могут быть задачи, какие могут быть поручения непосредственно для власти, для того, чтобы мы нормально жили, работали, развивали. Чтобы у вас тоже были места и отдыха, и досуга, и возможность заниматься спортом, творчеством. Со временем рабочие места, мы должны об этом думать. Руководитель района рассказал о его социально-экономическом развитии. Местные власти, активно участвуя в федеральных и краевых программах, благоустраивают город и район. Строятся детские сады и спорткомплексы, ремонтируются дороги. Словом, делается все, чтобы молодежь оставалась в районе, здесь жила и работала. Студенты проинформировали Романа Синеговского о своих успехах в учебе, общественной работе, научной деятельности, участии в культурных и спортивных мероприятиях. Потом они задали главе района множество вопросов. Их интересовало все – оценка проведения в районе президентских выборов, движение муниципального транспорта, ремонт дорог с асфальтовым покрытием, возможности прохождения практики в администрации района и перспективы трудоустройства в школах. На все вопросы студенты получили подробные ответы. На этой встрече ответили на много очень важных и интересных вопросов для студентов, касающихся их работы, касающихся работы администрации. Поэтому я считаю, что прошло все очень интересно, продуктивно, и все студенты вынесли из этого максимум полезной информации. Студенты поблагодарили главу Славинского района и выразили желание встретиться с ним еще. А Роман Синеговский пожелал им получать крепкие знания, расширять кругозор и добиваться успеха в жизни. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.